Зумерам нужно почувствовать себя какими-то особенными. По чужому пути идти нельзя, это ни к чему никогда не приводит. Максимум к тому, что вы станете тенью того, по чему путю пошли. Не важно, как о тебе говорят, важно, что о тебе говорят. Сам факт. Ну, то есть любой пиар продает? Конечно. Добрый день. Я Елизавета Осетинская, основатель проекта The Bell и Русский Норм. В этой студии я интервьюирую гостей Амаконф, известных предпринимателей, блогеров, музыкантов, предпринимателей-бизнесменов. И здесь со мной Алишер Моргенштерн, наверное, самый на сегодня известный российский артист, музыкант, человек и пароход. Насколько я помню, у вас 10 миллионов подписчиков на YouTube, да? Ну, почти. Скоро будет 10, да. То есть по улице ходить анрил? Нет, нет, нет. В России, в СНГ это уже... Я давно не помню, что такое гулять. Смотрите, я просто вот визуально вижу, что вы сегодня изменили, так сказать, своему образу внешнему перед публикой. То есть вы обычно менее такой формальный, насколько я видела по вашему интервью у Дудя. Вот как вам в целом вот этот опыт такой перевоплощения в деловую стилистику? Не, ну, знаете, это со мной случается не впервые. Я за свою жизнь сменил очень много Моргенштернов. Я бы даже сказал, я такая моргенштернская проститутка. Образов у меня было очень много. И в образе серьезного дяденьки... Ой, извиняюсь. В образе серьезного дяденьки я уже бывал. Вот клип «Кристалл моет», например, можете посмотреть. Ну, очень дорогой дядечка. Поэтому для меня это привычно. Я люблю меняться, люблю перевоплощаться. И вообще одежда — это уникальный инструмент, который позволяет тебе по-новому себя вести, по-новому даже говорить, двигаться. Так что мы любим ролевые игры, как наш президент. О, как вы и президент. А какие игры любит? Ну, переодеваться. А, ну, у него стилистика не меняется в основном. Хорошо, давайте дальше. Вот этот образ, вы отдаете себе отчет, что когда у вас разные образы, это маркетинг, в общем? Конечно. И вы сознательно это делаете? Конечно. Но как только чувствуешь, что вот этот вот Моргенштерн уже начинает наскучивать, начинается новый. А вот этот сейчас, нынешний Моргенштерн, он кому и что транслирует? Ну, то есть надо же с аудиторией соотносить, наверное. Ну, это зависит от события и от желаемой цели. Сегодня, видите, у нас такое серьезное мероприятие. Я даже разговариваю вроде как складно так, как взрослый человек, а не как дурачок в интернете, да. И поэтому все зависит от ситуации. Кому вы, когда вы разговариваете как взрослый человек, кому вы что транслируете? Да никому, мне просто... Я сейчас играю во взрослого дядечку, и мне прикольно. Прикольно? Да. А вообще этот образ взрослого дядечки, он прикольный. Ну да, это весело. Но сами серьезные дядечки, да, это ужасно. Я считаю, что серьезность – это большой порог человечества, и нужно от этого избавляться. То есть это такая как бы лайт-версия или пародия на серьезного дядечку? Пародия. Ну, такой... Возможно, отчасти, да. Комедиан. Конечно. Все-таки интересно, смотрите, вы же участвуете в рекламных кампаниях много, и вот это, в принципе, один из основных способов вашего заработка. Когда вы участвуете, вы как-то, ну, оцениваете, кого вы привлечете своим, так сказать, маркетинговым посланием? Аудиторию? Да. Какую? Ну, я хорошо знаю свою аудиторию, да. И на данный момент это вообще вся сторона. Как бы сейчас Моргенштерна знают все. В хорошем или плохом ключе это уже другой вопрос. Но так или иначе знает каждый. Ну, вот этот момент, хороший или плохой, то есть, все-таки есть такое понятие антирейтинг. Ну, восприятие. Все знают? Я считаю, что его нет. Нет антирейтинга? Нет. Есть просто рейтинг. Конечно. Не важно, как о тебе говорят, важно, что о тебе говорят. Сам факт. Ну, то есть, любой пиар продает? Конечно. Репутации не существует, тем более в нашей стране. Ну, в принципе, спорный вопрос. Можем поспорить? Можем. А что поставим? Куда? Ну, когда спорят, надо... Есть бутылочка воды. Ну, ладно. И, возможно, она с приколом? Не знаю. Смотрите, есть такое поколение зумеров, да? Молодые совсем. Вот я путаюсь, если честно, в этом. Зумеры это молодые, да? Зумеры, которые не бумеры. А бумеры это взрослые. Бумеры это окей бумер, ну да. Я, честно, не разбираюсь. Короче, зумеры это молодые. Тикток удалил? Зачем? Ну, я там достиг миллиона подписчиков где-то за четыре дня. И такой, блин, отличный повод удалить тикток. Зумеры. Это от слова зум, а не в видеоконференциях сидят дома? Да. Как им что-то продавать? Есть ли какие-то особенные, не знаю, примочки, технологии? Как им продать что-то? Еще раз, зумеры это вот, это янгист, да? Да. Самая молодая. Да, да, да. Школа плюс-минус. Старшая школа плюс-минус. Ну, а, старшая школа, то есть мы детишек не берем? Нет. Старшая школа? Да. Я не задумался, если честно, никогда над этим. Как и что, кому продать. Ну, старшая, старшая школа. Ну, там все, конечно же, хотят выделяться. Это классика. Все хотят быть к чему-то, с чем-то себя ассоциировать. Быть принадлежным к чему-то там. Я, условно, шарю за сода лув. За кого? Я шарю за мое-то. А вы не шарите, вы вообще, типа, вы быдло. И, наверное, вот именно зумерам нужно почувствовать себя какими-то особенными. Но это всех их, конечно, и объединяет. Всех их делает это одинаковыми, то, что каждый из них хочет быть особенным каким-то. Но это все-таки еще тот возраст, когда это протест. Когда ты идешь против устоев общества. Поэтому их огромная любовь ко мне, зумеров, я думаю от того, что Моргенштерн это протест. Это панк. А протест против чего-то или протест в принципе? В принципе. Мне с самого детства нравилось все делать назло. Вот если мне кто-то говорит что-то, блин, пожалуйста, вот давай вот так. Я такой, ни хрена. Не, мы вот так сделаем. Ну это же такой вечный подросток. Да, да. А это же прекрасно. Я считаю, что ребенком нужно быть до конца жизни. Вот как раз возвращаясь к проблемам серьезных людей. Бумеров. К проблемам серьезных людей. Как там было то, что все самые ужасные вещи в мире совершаются с серьезным лицом, с серьезными людьми. Вы, кстати, знаете откуда эта цитата? Напомни, пожалуйста. Александр Михайлович. Вы именно так. Вот этот образ, на который подростки хотят быть похожи, ну это же тоже такой стандартизация. Нет? То есть как бы это не то, чтобы выделиться. То есть они становятся похожи на вас. Моргенштерн это скорее всего собирательный, всего лучшего и популярного в одной точке. Поэтому можно и так назвать? Всего лучшего и популярного. Всего протестного. Ну это же равно для зумеров. Это же равно. Скажите, а все-таки с возрастом вы не думаете, что вам захочется этот образ поменять? И каждый раз эпатировать? Ну это же надо перепридумывать что-то, да? Удивлять? Ну пока мне это приносит удовольствие, я буду продолжать это делать. Но насчет образа, опять же, я полгода назад был другим человеком. Я сегодня с утра посмотрел свое интервью Дудю, я смотрел и думал, что это долб***ь? У меня такое каждые полгода. Ну, мировоззрение отношения к жизни. В плане, мне п*** на все, я эгоист, мне интересует только я и только ничего кроме себя. вот это давно уже отошло на второй план. А на что не по? Да на мир, на жизнь. Ну, на это не положить? Нет, нет. Просто я понял одну, возможно, банальную вещь, но что ты миру отдаешь, то пожинаешь вдвойне. И буквально месяца три назад, наверное, я был, не люблю слово депрессия, слишком оно какое-то фараоновское. Вот. Но мне было очень грустно, я топил себя в алкоголе и ужасных вещах. Потому что мне казалось, что я сделал для себя все, ну, все, что хотел. У меня больше нету цели, больше нет мечты. А потом понял, камон, я же, если я все уже сделал для себя, я же теперь могу сделать все для мира вокруг себя и вообще в целом. Не только для людей, которые рядом, а вообще и начал помогать людям, начал помогать близким. А что вы хотите улучшить вокруг себя? Нет, просто это, опять же, можно свести все к эгоцентризму, потому что я прохавал этот лайфхак. Что ты отдаешь миру, то получаешь вдвойне. Как только я начал делать добро и отдавать добро, любые позитивные вибрации, они начали возвращаться в трехкратном, четырехкратном размере. А когда я вот три месяца назад сидел, я сдился на всех, я даже завидовал лучшим друзьям своим, потому что почему у них-то хорошо, а у меня все плохо, хотя казалось бы, что? Что? И вот еще больше негатива я на себя притягивал таким образом. Смотрите, вы же успешный блогер по доходам, и это сильно, ну, музыкант, артист, и это сильно... Человек. Конечно, человек. Сильно побуждает там тех же зуберов быть таким же, как вы, в смысле занятия, становиться блогером, становиться там каким-то артистом, одиночкой. Вы посоветуете, во-первых, идти по этому пути, во-вторых, если идти, то что делать? Нельзя никогда идти по чужому пути, это, во-первых, куда можно туда смотреть, дорогие зумеры, а никого копировать. И если вам, ну, вы хотите, по моему примеру, стать тоже крутым артистом, блогером и т.д., но у вас к этому не лежит душа, забейте, у вас ничего никогда не получится. Вы должны найти, я всегда говорю своим любимым подписчикам, ужас, я всегда говорю своей аудитории, что нужно найти свое искусство. Оно может быть в чем угодно. Вот, искусство лечить людей, искусство учить людей, искусство может быть даже, ну, я не знаю, да все, вот все же это, по сути, искусство. Все можно делать настолько вкладывая в это душу, что это станет искусством. Поэтому нужно найти вот свое такое занятие и развиваться в нем. И все. А по чужому пути идти нельзя, это ни к чему никогда не приводит. Максимум к тому, что вы станете тенью того, почему путем пошли. И вас всегда будут говорить, ну, это вот как этот, но только долбоеб. Вот. Как бы поэтому ищите свой путь, ищите свое искусство, и все, и в него ныряйте полностью вот так, никого не слушая, даже меня. Спасибо, это было интересно и познавательно. Желаю вам хорошего выступления на сцене омакон. Ох, блин, классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok